На рынке недвижимости идеальный шторм. Мобилизация отправила спрос на новостройки Москвы и Подмосковья в локдаун. Здравствуйте, вы на канале «Приоритеты» с юристом Евгением Корсакином. Ну что же, из-за экономических последствий СВО спрос на жилье находится на минимуме, а предложение на максимуме. А на главную палочку-выручалочку нулевую ипотеку ополчился Центробанк. Как следствие, застройщики вынуждены снижать цены, но очень не хотят этого делать. По данным экспертов, за 10 месяцев 2022 года выручка застройщиков в Старой Москве снизилась на 9%, в Новой Москве на 10%. Только Подмосковье пока остается в плюсе, плюс 3%. И это все с учетом хорошего начала года и ажиотажного марта. В октябре после объявления частичной мобилизации в Старой Москве выручка рухнула на беспрецедентное 46%, сообщили специалисты рынка. Мобилизация оказала сокрушительное влияние на рынок недвижимости. Например, по подсчетам зарегистрированных Росреестром в ДДУ, продажи новостроек в Московском регионе по итогам октября упали на 30-40% относительно сентября этого года и на 40% по сравнению с прошлым годом. В октябре спрос снизился до показателей периода локдауна 2020 года. Часть потенциальных покупателей мобилизовали, значительно большая часть покинула страну, а те, кто остались, заняты больше насущными проблемами и переживаниями, чем покупкой недвижимости. И не похоже, что ситуация скоро улучшится. Например, в компании Income спрос в начале октября сократился еще на 5% к октябрю и на 47% к аналогичному периоду 2021 года. С одной стороны, уменьшение покупательской активности связано с уходом большинства иностранных работодателей, следовательно и снижение платежеспособности населения. Другой фактор – это изменение состава покупателей. Дело в том, что в течение нескольких лет доля поколения X в сделках с недвижимостью постоянно росла. И до событий февраля текущего года их доля в сделках составляла более 60%. Сегодня она неуклонно сокращается в связи с проведением частичной мобилизации и оттоком некоторых граждан за проделы РФ. А потребители ждут от засрочка существенных скидок, рассрочек платежа и других интересных форм оплаты. Без скидки сейчас очень трудно что-то продавать, как на первичном, так и на вторичном рынке. Поэтому уровень цен, раздутых еще в предыдущие два года, все меньше соответствует актуальному уровню спроса и платежеспособности потенциальных покупателей. Рынок недвижимости и до начала ИСО был перегрет. За 2020-2021 года цены на жилье в Московском регионе выросли в полтора раза. Нечто подобное наблюдалось и в 2000-е года. Но тогда страну пришло много инвестиций. Экономика и доходы граждан росли, а в период пандемии экономика встала. Рост цен был связан с запуском льготной ипотеки, а ЦБ перестарался со снижением ключевой ставки, что привело к сильно дешевой ипотеке и низким ставкам по депозитам. Откуда деньги потекли в недвижимость? В результате на рынке надулся огромный ценовой пузырь, который должен был лопнуть. Даже если бы не случилось ни спецоперации, ни санкций. На вторичном рынке цены падают с мая, но застройщикам долго удавалось удерживать и даже немного наращивать стоимость метра, сокращая площадь квартир и, соответственно, бюджет их покупки. Как следствие, рынок заполнили студии и однушки с метражом меньше, чем в ручевках. Застройщики делают упор на благоустройство, на оформление мест общего пользования и так далее, а на жилье подчас без слез не сгрянешь. Студии по 15 квадратных метров, евро-двушки по 35 квадратных метров. Такое ощущение, что покупаешь не квартиру, а двор. И еще палочка-выручалочка для застройщиков стала субсидированная ипотека с близкими к нулю ставками, которая предполагает небольшой ежемесячный платеж, но стоимость квартиры при этом увеличивается на 20-40%. Такие программы позволяли застройщикам все лето наращивать спрос, если не в годовом, то в месячном выражении. Однако затем на около нулевую ипотеку ополчился Центробанк, специальные меры против такой ипотеки ЦБ обещает ввести в начале следующего года, но банки уже начали сворачивать такие программы. А если нулевой ипотеки не будет, либо цены упадут, потому что те, которые мы с вами видим, это цены с учетом субсидирования, либо упадут объемы продаж, но никто в этом не заинтересован, потому что и сейчас, несмотря на все усилия, они падают. Снижать цены застройщики, конечно же, не хотят, ссылаясь на высокую стоимость земли и изменение вида разрешенного использования участка, подорожание импортозамещаемых стройматериалов, переход на проекты финансирования и так далее. Тем не менее, цены на новостройки уже ползут вниз. За последние три года при текущем уровне спроса на нынешние объемы предложения хватит на 4 года продаж, даже если не вводить ничего нового. Так что, скорее всего, цены будут снижаться дальше. Если видео было полезно, поддержите лайком, подписывайтесь на канал, поделитесь своим мнением в комментариях, пересылайте видео знакомым. Я с вами прощаюсь, до новых встреч!